В социально-гуманитарном колледже новые назначения. В учреждении поменялся весь руководящий состав. Впрочем, всего на один день самоуправления. Пока студенты выполняют роли дублеров, директора и преподавателей, те, в свою очередь, ходят на пары. Тему продолжит Ирина Никешина. Наверное, единственное место в городе, где уже чувствуется атмосфера предстоящего Нового года – социально-гуманитарный колледж. Сегодня здесь проходит День самоуправления, и его тематика напрямую пересекается с одним из главных праздников страны. День самоуправления традиционно проходит осенью. Каждый раз ребята тему определяют сами. В этом году посвящен Новому году, праздник к нам приходит. Но это в связи с тем, что у нас бывает ранний отъезд детей по поселкам, и в декабре это сессия. И чтобы не отвлекаться, решили поднять новогоднее настроение уже в конце ноября. День самоуправления отнюдь не игра. Здесь все по-настоящему. И лекции, и оценки. Для дублёров день буквально расписан по часам. Руководители дают план задачи на целый день, и мы выполняем полностью их поручения. И в конце дня у нас проводится планировка, на которую мы отчитываемся выполненные задачи. Роль директора сегодня достала старшекурсник у колледжа Ростиславу Назаренко. В будущем молодой человек мечтает занимать руководящую должность. Признается, в этой роли ему комфортно, задатки у правленца имеются. Своё право восседать в кресле Галины Алексеевны Ростислав отстаивал на дебатах и достойно обошёл своих оппонентов. В моей программе были такие неплохие, такие ништяки, грубо говоря. То бишь я сейчас на переменах раздаётся Wi-Fi абсолютно бесплатно. То есть каждый может воспользоваться, прийти. То есть на первом и на втором этаже есть. То есть включается он во время перемен, во время пары он отключается, чтобы не было хождения по коридорам. То есть надеюсь, вы сейчас прошли по коридорам, там никого не было, особо никто не гулял. Вот это второе, что было в моём плане. То есть поддержание дисциплины. Пока дублёры выполняют свои роли, преподаватели колледжа мастерят символ наступающего года. Здравствуйте. Какая роль студента? Замечательная роль. Очень нравится. Вот сделали к будущему году свиньи. Замечательный талисман. Это новогоднее украшение? Ну, его можно повесить на ёлку, его можно куда-нибудь на ухо повесить. Вот тоже ничего. Смотрится. Можно подарить? Да, можно подарить кому-нибудь. Галина Алексеевна, а вам как роль студента сегодня? С удовольствием. Мне очень нравится. Мы делаем уже новогодние игрушки, потому что день самоуправления, они проводят под названием «Праздник приближается». И с утра уже есть все сюрпризы, связанные с Новым годом. И сейчас мы делаем игрушку тоже уже к Новому году. А как у нас тогда студенты? Да, конечно, они очень ответственно подходят. Программа дня самоуправления была насыщенной и разнообразной. В перерывах между лекциями студенты могли отдохнуть в лаунж-зоне. Ещё один приятный бонус сегодняшнего дня. А чтобы новогоднее настроение не покидало как минимум до января, можно было устроить фотосессию на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эти роли сегодня тоже достались студентам. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...